Друзья, за нашей спиной находится самая крупная в России частная коллекция кактусов и живых камней. И прямо сейчас мы туда отправимся. Дорогие друзья, сегодня мы находимся в Сынковской объединенной кактусной коллекции. Коллекция действительно уникальная, потому что она, во-первых, находится на крыше завода, и, во-вторых, она является крупнейшей в России частной коллекцией кактусов и других скулентов, в частности, аизовых. Нам очень сильно повезло, потому что приехали мы сюда непосредственно после кактус-феста, буквально через несколько дней. И сейчас, в сентябре, самый-самый пик цветения живых камней, к которому аизовое относится. Вот здесь можете увидеть прямо-таки поляны, цветущие автальмофилумов, которые сейчас отнесены в рот канофитум. Совершенно разные и белые цвета, и розовые цвета. Здесь еще же есть канофитум христианский. Очень такое говорящее название у него, потому что листья, они действительно чем-то напоминают скинутые к небу руки молящегося. Канофитумы двулопастные, канофитум белобум. Вот из-за чего такая пестрота в красках. Как я рассказывал в предыдущей серии про живые камни. И здесь действительно можно увидеть, как это все максимально приближенно к природе выглядит. Потому что вот в Южной Африке там они не единичны цветут, а именно целыми полянами, куртинами и так далее. Сейчас день пасмурный и дождливый, но нам очень сильно повезло, потому что буквально на полчасика выглянуло солнце. И все эти канофитумы, они раскрылись прямо в полдень. А так бы, конечно, мы бы увидели только закрытые цветки. Здесь еще огромное количество литопсов, довольно взрослых, но они будут цвести где-то ближе к пяти вечера. Предвкушаю ваши вопросы, сразу расскажу про то, зачем здесь сетка. Сетка здесь от котиков, потому что в Сынково не только растения себе поют нашли, но и бездомные кошечки. Вообще, то, что здесь делают кураторы коллекции, в частности Дмитрий Демин, это великое дело. Потому что вот этих всех ребят, их, ну, по сути, они спасли с улицы, добрали маленьких и вырастили здесь. Ну и, как вы понимаете, вот эти ребята, они очень любят копать грунт скулентный, используя его как лотки. И, естественно, живые камни от этого могут погибнуть. Поэтому было принято решение такие сетки сделать. И, в общем, растения действительно были спасены. Хотя, конечно, об эстетическом виде этого можно поспорить. Но, все-таки, эстетика эстетика, но главное, чтобы растения здесь выжили. Вот еще совершенно дивная коллекция конофитомов. Помимо оптальмофилмов, помимо секции беловым, конофитом пега цветет. Цветет конофитом минутам перси разновидность. Даже совершенно миниатюрные конофитомы. С булавочной головкой размером. Вот, например, конофитом минудум под вид нудум. Вообще, само растение меньше полусантиметра. Цветок в несколько раз больше самого растения. В общем, коллекция действительно потрясающая. И такого разнообразия цветущих суперскулентов я ни разу в жизни не видел. Даже в Южной Африке, даже в ведущих ботсадах мира. Отчасти потому, что приезжал не во время цветения, а отчасти из-за бедности тех коллекций. Потому что здесь коллекция, конечно, очень богатая. Максимальное разнообразие азиазовых. Я, наверное, даже в Кейптауне такое не видел. Различные глотифилумы. Титанопсисы. Очень хорошо видно, что они действительно под грунт маскируются. Фаукарии. Которых я тоже в предыдущей серии рассказывал. И триходиадемы. Это уже каудексные, кустарничковые. Даже не суперскуленты, а просто суккуленты. Они тоже семейства аизовые. И у них, соответственно, очень интересный лист. Сейчас найду вам какой-нибудь наиболее показательный. Ну, вот, например, здесь на триходиадеме. Бульбозом можно видеть, что на верхушке листа пучок из колючек. Это, собственно, и есть измененная листовая пластинка. А вот то, что зелененькое, пупуйчатое, это черешок. Такие они необычные. Ну, и, соответственно, кактусы. Безусловно, кактусы. Потому что Сынково, оно основано на объединении трех различных частных коллекций кактусов. Так что здесь действительно их разнообразие и размеры тоже зашкаливает. Вот, посмотрите, пожалуйста. Это понятно для понимающих, какой гигант перед нами, какая редкость перед нами. Это Ариокарпус фиссуратус. Огромный экземпляр. Шикарно цветущий. Недаром их называют живыми камнями в Мексике. У них под землей такой реповидный корень мощный, что если сильный засух произойдет, то он просто утянет растения вглубь. Совершенно потрясающие формы. Пушенные, чтобы, во-первых, не сгорать на солнце. Во-вторых, чтобы влагу улавливать из утренних роз. И, в-третьих, чтобы, соответственно, песчинки там застаревали и растение тоже не обгорало. Здесь еще есть второй этаж. Туда, я надеюсь, мы тоже попадем. А также, там у стеночки коллекция эпифитных рактусов, к которым мы сейчас и отправимся. Вот еще кошечки, котики. Совершенно милые. Вот, пожалуйста, хилоцериус. Та самая петахайя, которую многие из вас пробовали в магазине. Фигурка птицы. И вот здесь как раз лесные эпифитные кактусы. Царицы ночи, сельнициариусы. Например. И еще совершенно гигантские периски. Это тоже кактус. О нем я рассказывал в серии об эволюции кактусов. Вот различные эпифилумы, эпикактусы. Даже леписмиумы есть, судя по стеблю. Ну и плюс милые милости. Это живые птицы. Попугайчики. Самые разные. Вот, пожалуйста, еще эпифитные кактусы. Морниера, хризокардиум. Которые сейчас отнесены на род селинициариус. Золотистый сердцевинный кактус. Золотое сердце. Своими селокладиями похожи вообще на цветущий папоротник. И совершенно гигантские хтеоры. Селирусовые. Это тоже кактусы. Кактусы эпифитные. И очень сильно развесистые тела имеющие. Сейчас покажу вам вид. Какой открывается на окрестности. Из-за этой оранжереи на крыше. Видать что-то тоже очень красиво. А вот там внизу есть альпийская горка. Ее вам, надеюсь, показать в конце этой серии. Ну и еще что здорово в Сынково, то что здесь высокая оранжерея. То есть растения в росте, они ничем не ограничены. И еще плюс не перегреваются. Оранжерея в Сынково имеет несколько отделений. Вот если первое, в котором мы были, оно преимущественно состояло из аизовых. И некоторых кактусов, таких прям совсем супер-супер скулентных. То второе отделение, по другую сторону, это, соответственно, южное отделение. Оно состоит преимущественно уже из кактусов. Причем самых разных и пустынных, и даже эпифитных. Вот мы сейчас с вами пойдем к этому, соответственно, стеллажу. Даже стеллажам. И вы увидите, насколько здесь много мощных эпифитных кактусов. Вот, например, даже марниера, изокартиума, о которой я вам говорил. Куча разных эпикактусов. Соответственно, огромное количество репсалисов, довольно мощных. И король эпифилмов, эпифилмоксипеталум. Эпифилм Астралипесные, о котором я снимал для вас отдельную серию. Уже в нашей оранжереи. Можете посмотреть по ссылочке. Соответственно, и еще здесь, прямо за моей спиной, спускается плетье цариц ночи. И, судя по отсутствию плодов, на них их не опыляли. Потому что, ну, все-таки, во-первых, они цветут ночью. То есть, там очень строгое число цветения. От где-то восьми вечера до шести утра. И если здесь никого не остается на ночь, то, собственно, опылять некому. Да и дотянуться тоже можно с трудом до таких высоко плетущихся растений. Ну, вот еще тут из милости котенок черненький. Котиков здесь много, они классные. Вот здесь, во втором отделении, кактусном, очень классная коллекция астрофитомов. Вот, в частности, астрофитом Астерия с японские культивары Супер Кабуто, у которых краб очень-очень сильно выражен. Крупный. Вообще, название рода астрофитом намекает на то, что это рисунок, похожий на звездное небо. И, собственно, видовой эпититостерия с астрофитом звездной, если по-русски говорить. И вот эти японские культивары, они могут быть самыми разными даже из одного посева. То есть, у одних краб побольше, у других краб поменьше, соответственно. У кого-то даже колючки вырастают. Вот здесь таких нету. Это я вам как-нибудь из нашей оранжереи покажу. Вот. И бывают белый цветковый, желтый цветковый. Бывают очень редкие культивары с красно-оранжевыми цветками. Наверняка здесь тоже есть. Вот здесь вообще очень классный экземпляр. Абсолютно лысый, лишенный краба. Так что, действительно, есть на что полюбоваться. И даже искушенному глазу. Вот, пожалуйста, там детвора лихтенбергий княжеских. Это вообще очень классный род кактусов. Не только в плане морфологии. Потому что у них просто экстремально длинные сосочки. Выросто стебель. Но и в плане истории, описания этого вида. Потому что он назван в честь... Точнее, рода. Он назван в честь барона Максимилиана фон Лихтенберга. Который в свое время спонсировал экспедицию барона Карвинского. В, соответственно, Америку. Экспедиция это была от Российской империи. По сути, от императорского ботанического сада в Санкт-Петербурге. И, собственно, Брон Карвинский. Он как раз в числе сборов привез в Санкт-Петербург вот это растение. И оно было в XIX веке успешно описано прямо в Питере. И, собственно, названо в честь мецената. В честь Максимилиана фон Лихтенберга. Род Лихтенбергия. А так как он был князем, то назвали Лихтенбергия княжеская. Лихтенбергия принципис. Такая очень приятная история того, как человек, организовавший экспедицию, отблагодарил своего мецената. Это осталось в истории и на века. А мы же с вами сейчас пойдем на второй этаж этой оранжереи, чтобы посмотреть на всю эту красоту сверху. И там еще плюс продолжение коллекции, третье отделение. Довольно внушительная лестница туда ведет. Судя по фотографиям, отсюда должен открываться просто один из самых лучших вид на Сенковское оранжерею. Ух ты! Красота какая! Смотрите, совершенно потрясающе мила кактусы. Вообще, некоторым кактусам свойственно такое образование, как цифалий. Цифалус – это голова, по сути. То есть, здесь речь идет о том, что у них на верхушке стебля образуется вот такое толщение, мохнатое, колючее. И вот как раз из этого образования, ну, по сути, это продолжение побега, вылезают цветки и затем плоды. Это у некоторых лишь кактусов происходит, не все из них цифалийные. Вот, например, у мелокактусов, название которых говорит о том, что они любят известковые почвы. И у дискокактусов, например, еще у этих самых эхинокактусов. Ну, если последние попадутся, вам покажу. А вот, кстати, пожалуйста. Эхинокактус грузона. Ну, здесь они еще не цветущие, потому что, чтобы хинокактус зацвел, он должен быть, наверное, полметра в поперечнике. И вообще, это один из самых, даже, наверное, самый долгоживущий кактус. Некоторые экземпляры насчитывают возраст 500 лет. Еще, по некоторым данным, индейские цивилизации, мезоамерики, его использовали в качестве средства для своих жутких казней. То есть, они либо привязывали к этим мощным колючкам человека, либо делали массаж таким кактусом. Ну, и что, собственно, к смерти приводило. Ну, не будем о плохом, тем более, что здесь солнышко вышло. И это повод показать вам практически всю Сынковскую оранжерею. С высоты второго этажа, вот, перед нами первое отделение, с которого начался рассказ. Те самые аизовые полянки. Вот тут даже видно то место, где оптальмофилмы цветут, с которых мы начали. Ну, и в целом видно, насколько тут все здорово обустроено, с какой любовью и теплотой, сколько труда в это вложено. Вентиляторы, кстати, есть на случай совсем сильной жары. Так что, действительно, я очень рад, что попал в это место, что его смог вам показать. Пожалуйста, такие цилиндропунцы совершенно шикарные. Вот эти отделения, оно тоже практически все кактусам посвященное. Различным опунцилам, соответственно, здесь тефракактусы с очень классными длинными колючками. Вот там горные пушистые кактусы, ориоцериусы, соответственно, клейстокактусы и так далее. Вообще, если вы видите мохнатый кактус, то 100% это значит, что он из гор родом. Потому что, собственно, для этого ему нужен белый пух, чтобы там в этих горах выживать. Почему? Потому что, ну, это такая шубка, по сути, на случай ночи. Ночи. Потому что ночью в горах температура очень сильно опускается. Часто может и ниже нуля опуститься. И нужно, собственно, чтобы что-то растение теплоизолировало. И вот этот белый пух, он хорош тем, что мало того, что это, ну, по сути, как ватник работает. А во-вторых, белый цвет, он меньше всего, соответственно, охлаждается, медленнее охлаждается, чем более темные цвета. И, соответственно, растение не так сильно горит космос. А днем наоборот. Когда солнце горное очень сильно светит, жарит, то, соответственно, нужно его по максимуму отразить. С этим белый цвет тоже справляется лучше всех. И, соответственно, не перегреть растение. И тоже здесь помогает, собственно, этот белый пух для того, чтобы солнечные лучи по минимуму попали на нежные зеленые стебли кактуса. Вот в третьем отделении, это действительно самый настоящий кактусный рай. Вот, пожалуйста, перед нами феррокактусы. Их так назвали за ржавый цвет колючек. Ферром железа. Ржавчина, это все-таки оксид железа. И здесь еще здоровская коллекция хиноцериусов. Вот, например, цветет совершенно огромным цветком хиноцериус пектиниферус. Вообще мощное растение. И что здорово, что цветок он размером с само растение. А также здесь вы можете наблюдать методику выращивания цариц ночи. Именительно Косымковской оранжереи. Она здорово отличается от того, что я делаю в нашей оранжереи. И если в нашей оранжереи горшок находится внизу, а сверху синицериусы плетутся по сеточке, то здесь наоборот. Горшки находятся наверху, на втором этаже. А побеги, они спускаются висячим образом вниз. То, что я вам чуть раньше показывал. А в западном крыле Сынковской оранжереи соседствуют гиганты. Вот эти перески, кактусы, деревья с настоящими листьями, вместе с сеянцами. Такое здесь совершенно бесчетное множество. Практически до горизонта. А еще отсюда открывается, пожалуй, лучший вид на нижнее отделение оранжереи и на окрестности. Сынковская оранжерея, она, соответственно, состоит из двух нижних отделений, соответственно, северного и южного. И еще двух верхних отделений, центрального, которое вы сейчас видите, и западного, где я нахожусь. И, собственно, откуда открывается самый лучший вид на все. И еще плюс есть, соответственно, часть под открытым небом, альпийская горка, где зимуют холодостойкие кактусы, в том числе опунции, например. На первом этаже есть совершенно завораживающая часть оранжереи с неровными дорожками и взрослыми кактусами, и взрослыми скулентами, соответственно. Тут настолько все здорово взросло, что даже не везде можно пройти. Вот здесь, например, есть дикие. Это такая скулентная растение, семейство бромелиевые, родственник ананаса. И украшения, оставшиеся на Молочаре с Нового года. Вообще-то, конечно, очень мило. И вот там вдали видны взрослые хинокактусы Грузина, о которых я вам говорил. И совершенно здоровские астрофитомы. Огромный экземпляр, которым несколько десятков лет. Вот такие хинокактусы Грузина, они способны к цветению. Вот уже тут, пожалуйста, засохший цветочек есть. То есть, это полуметровые растения в сравнении, пожалуйста, с маленьким котенком. Ну и еще для любителей кавдексов, пожалуйста, здесь есть адениумы. Самые разные. Я в них не разбираюсь, так что здесь мало что могу прокомментировать. Ну и еще здесь же растет довольно высокая алоидия. Это так называемое дерево тысячи сердец, эндемик Мадагаскара, у которого листья, они действительно такие сердцевидные. Его очень любят лемуры. По нему лазать, даже несмотря на то, что оно безумно колючее. Вот, пожалуйста, перед вами процесс опыления двух канофитомов от куратора оранжерея Дмитрия Демина. Он делает собственноручно. Можете себе представить какая-то титаническая работа. Каждое растение опылить, когда их тут тысячи. Главное, чтобы цвели. Да, главное, чтобы цвели. Это канофитом субфинистратум. Довольно редкое растение, даже для коллекционеров. У меня оно появилось только лишь в этом году. В коллекции. Для опыления многим литопсам, канофитамам важно, чтобы цвели одновременно не клональные растения, то есть выращенные из различных семян. И тогда прикрестное опыление произойдет. Сама опыление, они, как правило, не подвержены. А вы для опыления берете щетиночку, да? Ну, кисочку обрезаю. Сейчас, естественно, щетины нет уже. Кисочек синтетические. Они, конечно, хуже. Хуже пульсун себя принимают. Ну, нормально. Здорово, спасибо. Еще из-за изового великолепия здесь ксенково цветет финистралия рапалофила. Это золотистый подвид с совершенно обалденным рыжим цветком, довольно крупным. Я такой рыжий оттенок даже не видел раньше. Про финистралии я вам рассказывал в предыдущей серии. А еще здесь очень повезло застать цветение аргеродерм. Если мне не изменяет память, я вообще цветущий аргеродерм первый раз в жизни вижу. Это такой южноафриканский суперсуккулент, родом из провинции Намаковалэнд. И там он на языке африканс называется, ну, в переводе в дословном, как попка младенца. Собственно, такая ассоциация возникла из-за формы паролистьев и щели между ними. Ну, растение действительно очень декоративное и весьма непростое в выращивании, по крайней мере, по моему опыту. Но дай бог и когда-нибудь у меня в коллекции зацветет оно. Здесь также есть фрития. Вот, пожалуйста, фрития пульхара. Наверняка самых разных оттенков они здесь в Сынково. И так, ну, фритию хумелеса я не вижу, но более чем уверен, что она здесь есть. Хозяин коллекции. Ну, по крайней мере, он так думает. Кроме того, в Сынково интересная коллекция ластовнивых. Вот они как раз в районе обеда уже довольно сильно запахли, это чувствуется. Ну, это стопелия Грандифлора, самая известная, но при этом и одна из самых крупных и самых декоративных. А также другие представители семейства, даже из других родов, гуернии, например, и прочие-прочие, орбеи и так далее. Вообще, они довольно декоративные растения из таких суровых пустынь, палеотропических. То есть, это Африка, причем не только Субсахарская, но и, соответственно, Сахарского региона. Также это Аравийский полуостров. Некоторые прям родом из Саудовской Аравии, страны, в которую нельзя было простому туристу попасть многие годы. Вот. Еще здесь совершенно дивные псевдолитесы. Название «говорящие» переводит, значит, «ложный камень». Ну, действительно, они маскируются под камни, и при этом еще и цветут. То есть, здесь двойная защита. Это, во-первых, внешняя маскировка, и, во-вторых, ядовитость. В отличие от живых камней, которые не ядовиты. Здесь сейчас летет изюминка коллекции стопелиевых «Гуерния зебрина». С очень характерным названием и очень декоративным цветком. Не самая редкая в коллекциях растения, но и не самая часто встречающаяся. Но уж точно одна из самых красивых. Еще здесь совершенно потрясающая коллекция взрослых литопсов. Самых различных видов и оттенков. По большей части, вот это все куртины, состоящие из одного растения. То есть, они настолько сильно ветвиться могут. Подробнее про литопсы я вам рассказывал в серии про живые камни. Можете посмотреть. Здесь очень характерно заметно, как они закапываются в землю, чтобы не обгорать на своей родине, в Намибии и в Южной Африке. А вот так Псенкова выращивает сеянцы прямо из семян под лампами. И вот под конец показываю вам Альпийскую горку с самыми настоящими зимостойкими кактусами, опунциями, у которых естественный ареал достигает севера США и Канады. И они действительно в Подмосковье зимуют безо всякого укрытия вполне успешно. Все. На этой радостной ноте спасибо за внимание. И до встречи в новых сериях с новыми растениями и в новых местах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok